ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это время уложились, обсуждая насущные проблемы. Вообще, конечно, есть ощущение того, что Хабиров как-то немножко догоняет паровоз в плане своих реакций, потому что стало известно, с каким запозданием он реагировал на первое выступление Путина, на первое обращение пятиминутное к народу в связи с мятежом Пригожина. И Хабиров как-то три часа ждал, куда же там качнутся весы вот этой всей ситуации. И потом только там что-то где-то проявился в медийном пространстве. Башкорстан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкорстан был, есть и будет опорным регионом в поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому, безусловно, мы все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений президента. И, конечно, мы нашего президента поддерживаем. В этот раз решил Радий Фаридович не пропускать оперативное совещание, вообще показать себя, что он есть. И, кстати говоря, к вечеру понедельника, когда вышло второе обращение Путина к народу, Хабиров среагировал молниеносно, через полминуты уже поклялся в верности и преданности. Но, в общем, как-то странно выглядела эта оперативка. Впрочем, конечно же, обсуждали исключительно на ней форум. Ну, вот ощущение пустоты, конечно, меня не покидало. Начали с маленького доклада Яны Гайдук, которая у нас руководит молодежными вопросами в правительстве. И она рассказала, что чрезвычайно крепка дружба башкирской молодежи и молодежи белорусской. Настолько крепка, что она умудрилась насчитать 12 тысяч представителей башкирской и белорусской молодежи на бесплатном концерте около Конгресс-холла. Все были рады, махали флажками. И потом там еще было какое-то мероприятие в Конгресс-холле Таратау. В преддверии 10-го юбилейного форума регионов России и Белоруссии в Уфе проходит форум молодежи двоубратских народов. Потом Хабиров поздравил с днюхой своего любимчика, вице-премьера Абдрахманова, который с удовольствием и улыбкой кота принимал это поздравление. Выдал обратно Хабирову традиционное туркменское спасибо с наложением рук на сердце. В общем, выглядело это все так по-домашнему и мило. Хабиров завершил свое вступление, которое, впрочем, заняло добрую половину вообще всей оперативки Хабиров двумя весьма разнородными новостями. Во-первых, он сообщил, что завершено формирование Башкирского добровольческого полка на специальной военной операции, и 29 июня полку вручат именное знамя. Ну, завершил так завершил. К слову сказать, полк этот будет сформирован из тех батальонов, которые были сформированы до этого. Там вот эти Долставаловы, Салават Юлаева и так далее, и так далее. Там то ли 6, то ли 8 уже батальонов, плюс всякие подразделения артиллерии, разведки, медицины и технического обеспечения. А второй новостью, которую сообщил нам Хабиров, было то, что средняя продолжительность жизни в республике Башкортостан достигла 73 лет. И это выше, чем средняя продолжительность жизни по Российской Федерации. Правда, вот с рождаемостью ничего не получается сделать, и рождаемость катастрофически падает. Отмечу про себя, что Хабиров традиционно отчитывается только о тех достижениях, которые близки его сердцу, и которые ему кажутся на самом деле достижениями. А вот о том, что, например, республика Башкортостан заняла первое место в Павловском федеральном округе по снижению поступлений в бюджет, Хабиров скромно умолчал. Да и многие другие результаты его правления он старается как-то не озвучивать, избегать информации о том, что он творит в республике.